Добрый день, уважаемые участники и гости Гайдаровского форума. Мы рады вас приветствовать на презентации Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. 24 октября 2020 года вышло распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении грантов на создание научных центров мирового уровня, развитие которых предусмотрено в нацпроекте «Наука». Одним из победителей и стал Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, созданный консорциумом четырех научных организаций, руководители которых сегодня спикер на нашей сессии. Позвольте, я их с удовольствием представлю. Ректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики при правительстве Российской Федерации Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, добро пожаловать, мы рады вас приветствовать. Также поприветствуем ректора Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау. Владимир Александрович, также добро пожаловать, рады вас приветствовать. С удовольствием представляю ректором ГИМО Анатолий Таркунов, Анатолий Васильевич, также рады вас приветствовать. Добро пожаловать и директор Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской Академии наук Дмитрий Функ. Дмитрий Анатолевич, также рады вас приветствовать. Ну, во-первых, конечно, помимо приветствия гостям и участникам форума, хотела бы и вас, уважаемые спикеры, уважаемые гости, во-первых, поздравить с этим событием. Это очень такой большой шаг и большая такая консолидированная работа уже была проделана, но, полагаю, еще будет проделана всеми вами и вашими организациями, которые вы возглавляете. Сегодня мы как раз поговорим хотя бы немного, учитывая такой ограниченный тайминг нашего мероприятия. 45 минут у нас заложено на нашу встречу. Мы поговорим немного, чем будет заниматься Центр, будем так его сокращенно иногда называть, если позволите. И, тем не менее, конечно, предыстория интересна. Ярослав Иванович, почему решили объединиться в консорциум? Во-первых, с одной стороны, вроде легко работать с кем-то в команде, с другой стороны, это определенные особенности взаимодействия. Почему именно Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала? Такое очень емкое, глубокое название. Расскажите, пожалуйста, как зародилась идея создания Центра? Ну, идея поддержки Центров мирового уровня достаточно давно обсуждалась. Это элемент нашей стратегии национальной поддержки научно-технологического развития. Новостью является то, что впервые поддержан государством, как Центр мирового уровня, Центр исследований в области социальных, гуманитарных наук, антропологии, то есть Центр, который фиксируется на человеке, на проблемах общественного развития, а не на физике, не на математике. Видите, традиционно в круг исторических преимуществ России входит математика, входит физика, входит естественные науки, наверняка входит такие вещи, как энергетика. И в этом отношении у нас скорее в обществе есть ощущение, что мы очень сильно отстали в области социальных наук, но это не так. Если посмотреть на развитие науки в последние, наверное, 10-15 лет, Россия сделала огромный шаг вперед именно в области социальных и гуманитарных исследований. Если сравнить наше представительство в мировых рейтингах по публикациям, например, в ведущих журналах, то мы увидим, что вслед за физикой и математикой на очень значительное место выдвинулись социальные науки, и к ним подтягиваются науки гуманитарные. Это удивительное дело для многих, но это действительно так. Мы все вот участники этого процесса. Коллективы, которые мы возглавляем, участники этого процесса. И я должен сказать, что это далеко не только четыре присутствующих здесь коллектива, это многие другие, в том числе региональные университеты и научные центры. То есть это замечательный пример того, что Россия может добиваться неожиданных успехов. Собственно говоря, насколько они неожиданны. Понимаете, Россия, совершающая огромный... Это развитая страна, во-первых. Страна высокообразованная. И она совершает переход от командно-распределительной экономики, от тоталитарного общества к обществу свободному, обществу, организованных на основе рыночного выбора, обществу, организованных на демократических принципах. Это колоссальный опыт. Это колоссальная база для исследований социологами, экономистами, гуманитариями, антропологами. Вот мне кажется, что это неожиданно, но это закономерно. Закономерно и то, что мы вот здесь вчетвером объединились, то, что наши организации очень давно работают вместе друг с другом, ну, как университеты и институты работают. Наши ученые вместе собираются, вместе работают. Это же не на основе там ректора. Встретились, смотрели, гуманом, говорили, а давай, говорит, то ли будем дружить. Тоже неплохо. Тоже неплохо, но мы с тобой можем это делать и как эксперты, а не как руководители организации, правильно? Точно так же такого рода сотрудничество развивается и во всех областях. Образуются коллективы, образуются семинары, образуются конференции. И на самом деле наши коллективы достаточно давно не только читают друг друга, они переплелись в значительной степени. Мы учимся друг у друга. И это совершенно естественный ход. Владимир Александрович, позвольте я к вам перейду, еще чуть-чуть попозже, естественно, вернусь. Ко всем, каковы все-таки научные приоритеты Центра, если их можно вот хотя бы кратко обозначить, учитывая глубину, конечно, вопроса. Поделитесь, пожалуйста. Ну, прежде всего, а также того, что сказал Ярослав Иванович, это действительно проект, который вырос из нашего сотрудничества. Это очень важно. Это не искусственное объединение. А мы как коллективы, как отдельные ученые плотно сотрудничаем, причем не столько в образовательной повестке, не то, что мы приведем друг к другу. Мы делаем совместные исследовательские проекты на разные сюжеты. Данным консорциям наша повестка должна ответить на глобальный вызов, с которым сталкивается человечество, но вызовы междисциплинарные. В основе лежит человек, разные аспекты человека, антропология, экономика, гуманитарные науки. Но тут же и энергетика, тут же и естественные демографические аспекты развития. В общем, комплексное исследование человека. На самом деле, это одно из важнейших приоритетных научных исследований в современном мире. Если конкретизировать ответ на ваш вопрос, то у нас есть 7 научных приоритетов и 28 больших исследовательских проектов в рамках этого консорциума. Ну, озвучу только приоритеты. Это измерение человеческого потенциала, социально и гуманитарное. Это проблемы демографии. Это проблемы занятости и формирования новых навыков и компетенций. Вообще, когда происходят глубокие кризисы, как правило, вопрос такого рода, как будущее занятости всегда возникает, начиная от капитала Маркса. Его понимание, перспектив занятости его через весь 20 век и сейчас. Это, конечно, человек по эпоху технологических трансформаций. Опять же, есть большой исторический опыт, есть антропологические исследования. Но мы опять находимся в точке радикальных трансформаций. И, конечно, этот опыт сейчас исключительно важен. Естественно, куда ждеться без нейрокогнитивных наук и механизмов социального поведения. Естественно, природно-климатические детерминаты и все, что связано с устойчивым развитием. Ну и, наконец, человеческий потенциал, с точки зрения безопасности в современном мире. Опять же, безопасности понимаемы в самом широком смысле гуманитарной, техногенной, военной, информационной. Вот эти семь направлений, они являются важнейшими. Вряд ли здесь нужно как-то объяснять, почему. За каждым направлением есть и длинная история, вопросы, и большие наработки. Но, по-моему, их приоритетность достаточно очевидна. И объясняют, почему мы вот четыре организации вместе. — Анатолий Васильевич, речь идет, конечно, о научном центре мирового уровня. Полагаю, что международное сотрудничество станет, ну, если не ключевым, то одним из ключевых направлений. Расскажите, пожалуйста, права ли я, вот насколько это вписывается в общую повестку, ну, учитывая еще и всякие глобальные большие события, происходящие в мире. Поделитесь, пожалуйста. — Я, прежде всего, хотел еще раз подчеркнуть то, о чем говорил Ярослав Иванович, что создание консорциума — это прекрасный пример сетевого взаимодействия образовательных учреждений, университетов и науки. Я вообще считаю, что это приоритетное развитие на перспективу и нашей работы в области образования и научных исследований. Конечно, проект наш большой имеет очень широкое и глубокое международное измерение. И надо сказать, что он имеет на это право, поскольку вот присутствующий здесь или представляющий здесь сегодня руководителя университетов, представляет университеты, которые имеют очень давнюю историю международных связей и, я бы сказал, многовекторную историю с точки зрения географии этих международных связей. Ну, достаточно сказать, вот там высвечивается на экране задело, которое есть у консорциума, это и более тысячи международных соглашений у наших четырех структур, более шести тысяч зарубежных студентов в трех университетах. Это 40 международных лабораторий. В год мы проводим до ста конференций, причем проводим их не только на московских или региональных площадках, но являемся соорганизаторами очень многих конференций, которые проходят за рубежом и в Европе, и в Азии. Но я уже не говорю про пространство бывшего Советского Союза, СНГ. Наши преподаватели, эксперты, научные работники являются очень серьезными специалистами, экспертами в международных организациях, самых разнообразных, начиная с Организации Объединенных Наций и заканчивая, положим, там, Волтбенком и другими структурами такого рода. Ну и нельзя, конечно, не сказать о том, что в самом проекте 10% исследователей это зарубежные исследователи. А в целом имеется в виду, что около 220, может быть, даже больше, но это уже покажет практика, зарубежных ученых будут принимать участие в реализации этого проекта. И имеется в виду, что мы вот наши связи, уже налаженные со многими университетами, будем также включать в реализацию этого проекта. Но вот на предварительном этапе, когда мы проработали, это порядка 45 университетов из разных стран мира. Так что, я думаю, проект этот должен иметь очень важное международное измерение, в том числе и с точки зрения нашей мягкой силы и продвижения наших общественных наук, социально-гуманитарных наук. Мы привыкли говорить, завершая, привыкли говорить, что общество обеда в большом долгу перед народом и перед мировой наукой, но действительно, может быть, это и так. И мы очень рассчитываем на то, что проект, который будет реализован, он даст мощный рыбок вперед. Если чуть-чуть, позвольте я уточню, какие все-таки сейчас приоритеты по так называемому продвижению в глобальной следовательской повестке, ну вот по тому самому человеческому капиталу, потенциалу, есть ли там, условно, какие-то пункты или хотя бы основные какие-то направления на ближайшее время приоритеты по продвижению? Ну, во-первых, мы имеем в виду, что объединим академические, политические и дипломатические дискуссионные площадки по проблемам человеческого капитала. И по данному направлению у нас три приоритета. Это человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации, глобальная социальная политика и глобальные пространственные аспекты реализации человеческого потенциала. Если коротко. Да, ну, каждая из тем, понятно, очень глобально, учитывая и вызовы те, которые сейчас стоят. Спасибо большое. Сейчас чуть-чуть позже тоже к вам еще вернусь. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, институт специализируется на вопросах антропологического разнообразия. Чуть-чуть поподробнее расскажите, пожалуйста, как на практике это будет работать, каковы те самые факторы устойчивости и многообразия, ну, в условиях тех самых глобальных вызовов. Спасибо большое. Я очень рад, что институт присоединился к этому консорциуму, принял приглашение, любезные коллег. На самом деле, действительно, это очень важно. Я просто коротко скажу, как бы подчеркну еще раз то, что уже прозвучало, что некое единение академической и вузовской науки это именно та модель, без которой будет очень сложно развиваться. И, может быть, это что-то, что можно будет назвать или является уже неким оптимальным вариантом сотрудничества и рождения нового в научной сфере. Это очень важно. То, что касается антропологического разнообразия, то я не знаю вообще, какие ассоциации возникают у слушателей, читателей, обывателей, налогоплательщиков в связи с этим словосочетанием, но это не только и даже не столько биологическое, физическое разнообразие. Есть старый такой добрый термин, этнография, который потом был заменен на термин этнология. То, чем мы занимаемся во многом о культурном, социальном, языковом разнообразии человечества. И в целом вообще антропология, которая состоит из нескольких основных составляющих, это и социальная антропология, и биологическая, и лингвистическая, как ни странно, и еще более странная археология. Это вот та четырехчастная модель, которая существует во всем мире примерно с начала XX века. Она позволяет нам интересоваться любыми мелочами, связанными с человеческим существованием, с любыми социальными и культурными формами, в которые он облекает свое бытие, которое позволяет ему существовать как к человеческому виду. Но мы интересуемся этими мелочами на широком очень пространстве, охватывая весь земной шар, работая в самых различных уголках мира. И если говорить про Россию, то, безусловно, на всех территориях, во всех субъектах, если говорить современным политическим языком, велись и ведутся такого рода исследования. Мы составляем атласы, мы работаем с большими данными, мы сравниваем огромное количество информации, которая, как раз в своей очереди, позволяет нам не зацикливаться на чем-то маленьком, а пытаться объяснять некие крупные феномены, почему люди себя в одних ситуациях ведут так, а не иначе. В спокойных условиях или в ситуации социальных, или психологических вызовов, или стрессов. Как это можно объяснить? И вот то, что касается второй части, собственно, на все это и нацелена работа будет нашего института. В принципе, это то, чем институт занимался все последние 80, уже почти 90 лет с момента своего основания. А то, что касается устойчивости, то я бы здесь немножко, не знаю, пошутил бы или... Мы привыкли думать какими-то такими крупными категориями, пытаясь раз и сразу объяснить все. Ну, так устроен человек, но тут ничего не поделаешь. Хочется сразу, особенно если лень думать, то надо дойти что-то, что позволит тебе объяснить быстро все раз и сразу. Мы однажды пытались поверить, что можно создать некий единый, ну, тогда это называлось советский народ, некую общность, и что единство — это хорошо. Потом, или точнее на всем протяжении этого времени, и сейчас в особенности, мы точно так же свято верим в то, что культурное и социальное многообразие — это просто вот... Это великолепно. Это прям вот то, что нужно. Не отрицая ни то, ни другое, или не хваля ни то, ни другое, мне кажется, что... И я уверен, что это вот одна из самых важных задач, которая легла на плечи коллектива нашего института — попытаться понять, нащупать, где и в чем состоит эта связь между многообразием и устойчивым существованием, устойчивым развитием, на всех ли территориях, при всех ли составляющих, во все ли времена глобальных вызовов или неглобальных, действует одна и та же объяснительная модель. Скорее всего, нет. Если мы попытаемся приблизиться к этому, к ответу на этот вопрос, я думаю, это будет полезно, это будет значимый вклад в реализацию этого проекта. Спасибо. Поправьте, если я ошибаюсь, но полагаю, что все ваши возглавляемые вами учреждения, институты используют уже какие-то имеющиеся наработки, то, что уже есть, потому что была проведена и на протяжении очень долгих десятилетий, мы все знаем, огромная работа, в том числе и огромная научная работа. И это не то, что с нуля создали и совсем уж неизвестное что-то начинаем вести дальше. Горислав Иванович, если я не ошибаюсь, используется и на вашей базе уже система интеллектуального анализа больших данных, она правильно называется, iFore. Расскажите, насколько, вот, права ли я, какие еще используются ресурсы уже имеющиеся, чтобы, ну, скажем так, работа была эта более плодотворная, более точечная, более такая, качественная. И много ли нужно еще ресурсов привлекать, чтобы те задачи, которые каждый из вас озвучил, реализовать в полной мере? Когда говорят о центре мирового уровня, говорят о двух измерениях. Первое – это тот научный продукт, те идеи, которые ученые этого центра дают и создают внутри него. И второе – это инструментарий, который предоставляется ученым всего мира. В первую очередь, в данном случае, ученым, которые работают над исследованиями переходных обществ, переходных экономик. Мы сейчас имеем несколько таких больших инструментов, которые используются широко и за пределами высшей школы экономии, за пределами РАНХИК, за пределами тех организаций, которые мы представляем. В первую очередь, это так называемое российское лонгитюдное обследование домохозяйства. Оно проводится с 1993 года. И это огромный массив данных, которые находятся в паблик-домейн, которые находятся в общем пользовании. В мире защищается 3-4 диссертации в год по этому массиву. Фактически, это такое… Что такое лонгитюд? Лонгитюд – это ты не просто приходишь случайно в квартиру. Ты наблюдаешь семью, как она развивается. Да, кто-то умирает, мы реконструируем, ищем похожую. Это страшно сложное дело. В мире всего есть несколько, наверное, там чуть больше 10 больших лонгитюдов. Вот один из них делается нами. И второй – это архив социологических данных. Архив социологических данных больше 10 лет собирается. В нем огромное количество объектов. Практически это все социологические результаты, которые собраны на сегодняшний день российскими, даже советскими еще социологами. Вот эти два объекта получили признание Европейской комиссии в качестве объектов «Мегасайенс». Обычно объект «Мегасайенс» – это синхрофазотрон какой-то. Это что-то такое большое, тяжелое, охраняемое. Но мы занимаемся социальными науками и гуманитарными. У нас тоже есть «Мегасайенс». «Мегасайенс» – это то, что мы делаем для других. И вот вы сказали об «Айфоре», это система интеллектуального анализа больших данных. У нас, по-моему, даже в презентации есть один слайд, который делал «Айфор». Сейчас в «Айфоре» 350 миллионов документов. То есть это первый в истории случай, когда мы на основе больших данных, на основе нейронных сетей анализируем законы, анализируем учебники, анализируем массивы научных статей. И есть исключительно интересные результаты. Огромное количество компаний заказывают «Айфоре» разные модели. Там можно маркетинговые исследования на ее основе проводить, можно исследования общественного мнения проводить, можно эффективное законодательство в данном случае изучать. И четвертое, наверное, это, конечно, Центр когнитивных наук Василия Ключарева, который сейчас приобрел международную известность. И там просто есть кластер уникального оборудования, который формируется нами, и мы активнейшим образом сейчас будем предоставлять его возможности исследователям других университетов. Наши коллеги делают фонд палеантропологических материалов, архивные, музейные коллекции. Все это тоже мегасайз. Может быть, это не так масштабно, но если мы в целом все это рассмотрим, то это вот эффект, создается эффект библиотеки, эффект общедоступного материала для исследований, которого так не хватает, честно, нашим региональным коллегам. Вот мы считаем своим долгом сделать это открытым, сделать это доступным для всех исследователей России, для всех исследователей постсоветского мира, чтобы у них были возможности свободного доступа к объектам своих исследований. Благодарю. Владимир Александрович, позвольте вам еще один уточняющий вопрос задать. Уже неоднократно здесь звучало выражение «прорыв», «прорыв» в научных исследованиях. Ну и, как сказал Дмитрий Анатольевич, мы все хотим, все сразу, нам надо знать все. И результаты мы тоже хотим, как правило, быстрые, ощутимые, вот здесь и сейчас. Вот, Владимир Александрович, что, каковы результаты Центр должен показать, чтобы можно было сказать, что да, обеспечен прорыв в развитии научных исследований. Вот вы себе какие задачи, скажем так, ощутимые ставите, о которых можно будет рассказать, показать, восхититься, написать, снять сюжет и так далее? Ну, вы знаете, прежде всего я бы возражал против постановки вопрос о каком-то чудесном чуде. Вот мы сейчас бросим. Нет, ну это было бы... Да я шучу, но это наука, понятно. Я тоже шучу. Нужны честные исследования, основанные на тех данных, о которых говорил Ярослав Иванович, на том потенциале, который есть у коллег и у нас. Это действительно уникальные институты, где работают уникальные коллективы авторов, где мы видим потенциальное направление. Это, конечно, то, что сейчас востребовано в мире, востребовано в нашей стране. Это уже и помянутые нейрокогнитивные модели в рамках образовательных программ, в рамках социологии и социальной патологии, кстати. Это и проблемы нового прощения неравенства, потому что мы до сих пор неравенство вспоминаем в терминах 24 главы первого тома «Капитала». Хотя это совершенно... Современное неравенство, оно другое. Неравенство экономического взрослого. Есть много спекуляций вокруг этого. Но на самом деле, если мы уйдем от политизации проблем, это набор очень важных, очень глубоких исследований. Набор проблем, связанных, буду говорить, в нашем поле. Проблемы связаны с экономическим ростом. Вот есть глобальная проблема, низкие темпы роста. Она не российская. Это проблема разных стран, развитых стран, прежде всего. И тут возникают вопросы. Это надолго? Это мы неправильно считаем? Или это действительно длительная проблема? Или мир подошел к исчерпанию развитой модели роста? На эти вопросы надо ответить не в спекулятивном ключе, а в серьезном, основанном на больших данных, основанном на гораздо более глубоком и, главное, междисциплинарном анализе этих процессов. Вот, например, сегодня на Гайдарском форуме была сессия, обсуждавшаяся проблему счастья. Вот счастье — это экономическая категория. Можно ли, скажем, правильно ли измерять динамику экономического роста, при которой все становятся несчастливыми? Должны ли все становиться несчастливыми? Счастье является особенностями политики или особенностями экономики? Я говорю, такие вопросы, которые действительно достойны очень серьезного и очень глубокого изучения. А измерение, ну, вы знаете, оно никогда не бывает абсолютным, измерение прорыва, о котором вы говорите. Измерение — это и качество публикационной активности, и мы тут, кстати, вот наш консорс взвел довольно высокие, хотя вполне достижимые нашими коллективами, параметры публикационной активности в журналах, международных журналах верхних квартелей. Но это и практическая востребованность. Маркс, по-моему, говорил, что нет ничего практичнее хорошей теории. И в этом смысле то, что мы можем предложить, оно будет использовано на практике. В этом я совершенно не сомневаюсь. Благодарю. Да, спасибо большое. Анатолий Васильевич, к вам еще позвольте короткий вопрос. Уже тоже неоднократно говорили про мягкую силу. И, в общем, это такое выражение, которое уже так устойчиво-устойчиво вошло. Но, конечно, дипломаты его используют часто. И, чего уж говорить, часто мы его слышим. Важный инструмент мягкой силы — образование. Планируется ли на базе Центра развивать образовательные программы, какие-то открывать образовательные направления? Если да, то какова их цель? Конечно, предполагается развитие образовательных программ. Но я хотел бы продолжать мысль с коллегами. Сказать, что, конечно, рассчитывать на то, что в рамках этого проекта мы решим массу проблем, которые стоят сегодня в области социального развития, развития человеческого капитала, не приходится. Я хотел перефразировать песню нашей молодости. Нет у науки начала, нет у науки и конца. Поэтому, естественно, что мы движемся в рамках общих тренд развития научной мысли в этой области. Но, естественно, мы полагаем, что мы сможем внести свой скромный, но весомый вклад в общемировую науку. Во всяком случае, в этой отрасли, в этой области. Но, если говорить об образовательных программах, действительно планируется создание новых образовательных программ, около 40, пока мы обозначили 38, но, может быть, это будет и больше, что, в принципе, почти на 30% обеспечит достижение целевого показателя по числу молодых исследователей и обучающихся в рамках всех национальных программ центров мирового уровня. Мы выделяем три типа образовательных программ. Это магистратура и бакалавриат по быстро развивающимся направлениям в области изучения человеческого капитала, потенциала, образовательные инструменты и практики, которые обеспечивают внедрение прорывных научных результатов в образовательный процесс и, естественно, повышение квалификации. Причем все эти образовательные программы будут иметь международные измерения. То есть на них будут учиться и зарубежные студенты, и преподавать будут как российские, так и зарубежные специалисты. Я в связи с этим хотел бы сказать, что для нас большое значение имеет региональное измерение нашей работы, в том числе образовательной работы. И здесь, конечно, большим подспорьем будет то, что у РАНГ большая сеть филиалов по всей стране, по-моему, 57, да? 54. Есть филиалы, активно очень и эффективно функционирующие у высшей школы экономики. Есть филиалы и у нас. Но помимо филиалов у нас есть целая серия сетевых программ, которые мы реализуем сегодня с немосковскими вузами. И это тоже, как мне кажется, может сыграть очень серьезную роль для того, чтобы мультиплицировать эффективность наших исследований и активно задействовать наших коллег из региональных центров в нашей работе. Страны СНГ, я так полагаю, тоже будут вовлечены. Естественно, и страны СНГ, кстати говоря, это одна из важных задач, которая связана с международным измерением нашей программы. В том числе, кстати говоря, имеется в виду и реализация реализации очень перспективного проекта, на мой взгляд. Это проекта выработки новой методологии, изучения политических и бизнес-элит, нацеленного в целом на методологию, но и на практическое излучение тех процессов, которые сегодня идут в странах СНГ. Для нас это очень важно и с точки зрения обеспечения нашей безопасности, экономического развития, перспективы экономического развития. Благодарю вас. Дмитрий Анатольевич, почему сегодня все-таки так важна междисциплинарность в исследованиях человеческого капитала? Ну и какие вот сейчас основные задачи стоят перед современной антропологией России? То, о чем говорили немножко в начале. Спасибо. Хороший вопрос. Может быть, я, наверное, тогда со второго начну. Со второй части, скажем, да? То, что касается антропологии. Все, о чем сегодня сказали коллеги, и применительно к развитию науки и образования, это все чрезвычайно, безумно, я бы сказал, важно для современной антропологии в России. Эта дисциплина существует уже не одно столетие, скажем так, но в том виде, как она понимается сейчас в мировой науке, ну, наверное, чуть больше ста лет. Мы за последние, мы, я имею в виду в России, за последние, наверное, лет 20-25 сделали большой рывок, ну, судьба, видимо, такая, все время немножко отставать, потом пытаться догонять. Иногда, может быть, чуть-чуть опережая. Зато потом очень быстро бежает, да. Да, бывает такое. С антропологией тоже такое было, и, по крайней мере, где-то в 1920-х, может быть, в начале 30-х годов уж мы точно были не хуже мировой антропологии. Сейчас, я думаю, самая важная задача для современной антропологии в России, понимаемой в целом как социокультурная антропология с ее этими бренчами, с биологической, лингвистической антропологией, так организовать систему образования, чтобы она позволяла нам в ближайшие 5, может быть, 7 лет позволила бы подготовить те кадры, которые уже сами здесь смогли бы и выстраивать международные связи, и сами преподавать, и сами решать весь тот огромный клубок проблем, с которым сталкивается общество, и где этнографы были бы просто необходимы, начиная от, я не знаю, условно говоря, от описания лаптей, смеюсь, да, но это на самом деле тоже важно может быть, поскольку это может позволять продуцировать новые идентичности, или сохранять старые, которые можно потом использовать в политических играх, и я могу дальше это продолжать, начиная от лаптей, да, или заканчивая любыми исследованиями конфликтов, использовать антропологов как медиаторов или посредников в решении любых проблем, связанных с экономическим развитием, например, или с принятием любых административных решений. Здесь мы тоже можем играть свою роль и должны. Но вот по поводу того, как играть эту роль, и здесь как раз я перейду к первой части вопроса, спасибо, то, что касается междисциплинарности. Термин такой немножко, коллеги могут не согласиться, он немножко уязвимый такой, потому что междисциплинарность не очень понятно где, ни к той дисциплине, ни к другой, но в данном случае мы пытаемся говорить о том, что в наших науках не в меньшей степени, чем в физике, химии, биологии и в других естественных дисциплинах существует специализация, которая зашла настолько далеко, что мы порой даже в рамках, казалось бы, одной дисциплины начинаем с трудом понимать друг друга. Что это за язык такой? Это действительно становится очень сложно. Чем больше мы будем учиться друг у друга, объяснять что-то друг другу, пытаясь выработать единые какие-то объяснительные модели, тем, наверное, более глубокой и плодотворной окажется синергия, если этот термин удобен в данном случае, то есть некая единая составляющая. Но есть еще одна вещь, о которой я все-таки хочу сказать, если позволите, буквально одна минута. Есть специфика в любых научных исследованиях, которая заключается в том, что мы, как правило, используем стритлайт эффект. Есть такой, когда пьяница ищет ключи под фонарем, потому что там светлее. Мы, как правило, идем тем путем, который уже, в котором мы много знаем. Мы специалисты в этом. Мы представляем, какие методы мы будем использовать. Но как только мы найдем что-то, что не под светящимся фонарем и попытаемся решить эту проблему, то, может быть, эффект окажется более взрывным, ярким, интересным на уровне действительно научных открытий. Может быть, нам повезет. Спасибо большое. Еще несколько минуточек у нас остается. Поэтому завершающий такой вопрос. Понятно, что говорим, конечно, о человеческом потенциале, но кадры, как известно, решают все. Есть кому реализовывать названные вами задачи? Не буду кому-то конкретно адресовывать вопрос. Кто посчитает нужным, ответьте на него, пожалуйста. Есть ли в достаточном количестве? Давайте так, потому что у нас много, конечно, талантливых, молодых, умных, глубоких людей, которые... могут заниматься подобной работой. Есть ли дефицит, нехватка кадров под те задачи центра, глобальные задачи, которые вы обозначили выше? Если да, как планируете решать этот вопрос, который, к сожалению, достаточно доболевший для многих отраслей, для науки, уж не мне вам рассказывать о разных периодах в жизни российской науки? Дмитрий Анатольевич, ну, коль я на вас смотрю, вы так... Да, выразительно киваю. Спасибо большое. Ответ, безусловно, да. Есть кадры, которые способны решать все то громадье задачи, которые мы обозначили в нашей заявке. Но это не значит, что их достаточно на 100%. И если бы это было так, то не было бы и этого проекта, не было бы консорциума. Потому что мы в данном случае не можем одни без других. И мы точно так же не можем быть в изоляции, потому что даже четыре столь крупных, за исключением нашего института, не столь крупные, институции не могут жить в вакууме. Нам обязательно нужны и зарубежные специалисты, и нам нужно готовить новые кадры, которые вольются в эти наши команды и привнесут свежую мыслительную струю, условно говоря. Анатолий Васильевич, дополните про кадры. Ну, я думаю, что, конечно, мы воспитаем бабу-ягую и в своем коллективе. То есть вырастем молодежь, которая очень талантлива сегодня. И мы видим это и по аспирантуре, и по молодым исследователям. Но вместе с тем, конечно, мы все-таки часть мировой науки. И поэтому мы имеем в виду очень активное взаимодействие с нашими коллегами зарубежными, использованием их опыта. Так что мне предстоит, что здесь как раз трудности преодолемые. Спасибо. Владимир Александрович. Про кадры. Всегда сложно, да? Нет, это и сложно, и просто. Просто нам нужны талантливые люди, которые хотят много учиться, хорошо учиться и много работать. Вы знаете, ведь на самом деле, на мой взгляд, хороший университет это не тот, где хорошо учат, а куда приходят хорошие студенты. Хорошие слушатели, вот вы их не испортите. Они уже обеспечат, чтобы профессора были хорошие, они не позволят другого. Конечно, хороший студент приходит на хороших преподавателей, но это химия, это все гораздо более тонк и верит. Да, конечно, если отвечать Митину, вот я все Макс, а вы про Сталина. Кадры решают все, понятно, но, конечно, на самом деле, нет, никакой политики, я как экономический историк. Но это же вопрос привлекательности. Вы знаете, есть хороший проект, есть хорошие кадры. И это, пожалуй, самое важное. Умные люди тянутся к умным людям, интересные люди тянутся к интересным людям. И надо им только не мешать. И основная задача руководителя, это все-таки не мешать талантливым коллегам. Ярослав Иванович, поддержите коллег? Знаете. А то я уже боюсь какую-то цитату, сейчас еще раз меня. Вы знаете, времена поменялись. Мы регулярно говорим о дефиците кадров, но он по-другому сейчас выглядит. Мы регулярно сейчас сталкиваемся с проблемой, что наши коллеги физики, компьютер-сайенс не могут набрать достаточного количества людей в аспирантуру, магистратуру, потому что есть очень большой разрыв в качестве. То же самое инженеры говорят. А в области социальных наук ситуация гораздо лучше, потому что социальные науки, они менее привязаны к тому, что ты вот в этой лаборатории работаешь, ты можешь жить в мире, ты можешь участвовать в интеллектуальной жизни большого университета, будь это Москва или Бостон. И это распространилось по стране. У нас сейчас резко поднялось качество людей, которые хотят заниматься наукой. И они хотят заниматься наукой из Оренбурга, из Новосибирска, из Владивостока. И представители социальных, гуманитарных наук это чувствуют больше, чем представители так называемых тяжелых наук. И мне кажется, что это надо использовать, конечно. Спасибо большое. Время нашей сессии подходит к концу. Я лишь успеваю поблагодарить всех участников. Мы провели сессию презентации Центра междисциплинарных исследований человеческого капитала. С нетерпением будем следить за успехами Центра, за промежуточными результатами, ну и, конечно, за теми прорывными результатами, которых, конечно, с нетерпением ждем. Я благодарю всех участников дискуссии, благодарю всех зрителей. Продолжайте следить за деловой программой Гадаровского форума. Наша сессия завершена. Всем большое спасибо.